Всем привет! В эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена, но сегодня я вам не буду рассказывать про Анталию, потому что сегодня я улетаю из Анталии. Улетаю ночным рейсом в Москву решить проблему, попытаться по крайней мере решить то, что возникло. Сразу скажу, что это не с близкими родственниками проблема, а именно с моей банковской картой. У меня ее заблокировал банк по той простой причине, что у меня с картой украли деньги. У меня взломали мою банковскую карту. Ну вот, вот с этой карты, моей виза Сбербанка, были украдены деньги. Карта была взломана и онлайн были совершены множество переводов. То есть сколько денег на карте было, столько денег, по сути дела, и разошлось. Непонятны вообще места. Вы скажете, что я должна была получать CMS, что я сама не виновата, я не контролировала. Неправда, у меня есть телефон, в него приходят все CMS о моих платежах, о расходах, о приходах, но CMS не было. Это было 8 февраля. И в этот день, кстати, не работал онлайн банк. Я заходила в онлайн банк, чтобы посмотреть, что же там происходит. И там была надпись, что происходит техническое обслуживание, что только 9 февраля будет доступно. И в этот день вот такое произошло. Все CMS пришли только вечером. То, что было днем. В общем, мы списали достаточно крупную сумму. По моим меркам, конечно, крупную сумму. Кого-то, может, кажется, немного. Я лечу в Москву, чтобы написать претензию банку, что я с этим не согласна, что я этих платежей не проводила. Я нахожусь за границей. И как я могу, например, заказывать Дивилери Клаб в Москве? Ну, как бы, в принципе, я могла бы для кого-то заказать, но это делала не я. Это легко проверить банку по IP-адресам. Это, конечно, если банк захочет. Я буду настаивать на этом, чтобы приняли мою претензию к рассмотрению. И были еще платежи по каким-то магазинам одежды. Кто хоть раз совершал покупку онлайн, знает, что сначала выбирается товар, кладется в корзину. Это я говорю, магазин одежды. В какой у меня непонятно списали деньги. И потом подтверждение должно прийти от банка. Сеймэс на телефон, вы подтверждаете этот платеж. Никаких сеймэс не было. Я когда позвонила в банк, а для этого тоже мне стоило из Турции позвонить немало денег, с меня списались за то, что я звонила. Но я специально звонила в свой мобильный телефон, чтобы меня банк идентифицировал, что я нахожусь за границей, что именно я звоню им. Они со мной обращались по имени-отчеству. И я спросила, а почему не было кода подтверждения? Почему не приходилось сеймэс подтверждения? Мне ответили очень просто. Знаете, а некоторые сайты не требуют подтверждения. Вот интересно, почему? Почему такие суммы разрешаются списать? А я вот что-то где-то покупаю, даже в хороших магазинах проверено. Или где-то в магазине с меня код все время спрашивают. Почему даже до 1000 рублей можно пайпас оплатить? Просто прислоняешь, и тебя списывают таким пайпас, и все. Но больше-то нужно код набрать. Нужно сеймэс, чтобы пришло. Вот этот момент меня очень сильно возмущает. Я не понимаю, почему служба безопасности банка разрешает такие платежи, поэтому происходит такое воровство. То есть получается, что узнав имя, фамилию, написанную на карте, номер карты, и просто перевернуть за ней там еще цифры, какие написаны, этого достаточно, чтобы что-то купить в интернете на свое имя и все, украсть деньги. То есть наши карточки оказываются настолько незащищенными в Сбербанке, я, честно говоря, не ожидала такого. Я привыкла, что мне всегда приходит своем, мне приходят коды. Скажете, что можно завести две карты, ну так и со второй украдут, и с третьей украдут. Еще в Сбербанке есть возможность открыть онлайн-счет и туда деньги положить. Знаете, что я оттуда ворую? Действительно. То есть в нашей, в электронное время мире не знаешь, где хранить деньги, что с ними делать. Мне действительно очень жалко, вот мне неприятно эта ситуация. Я еще потратила деньги, я сейчас лечу в Москву, даже не за то, чтобы написать заявление, у меня же карта, это за меня заблокировано, у меня там еще остались деньги. И на эту карту мне приходит зарплата, мне приходят какие-то выплаты, какие-то компенсации. В общем, эта карта связывает меня с Россией, мне она нужна. Мне ее банк перевыпустил. Когда я банку сообщила, позвонить по телефону, что я не подтверждаю эти платежи, что это я не делала, они мою карту, там она же была заблокирована, они ее подтвердили блокировку и сказали, вот перевыпущена новая. Вот буквально за два дня они мне выпустили новую карту. Вот сегодня мне пришло смс, что ваша карта перевыпущена и ждет вас в отделении банка, приходите. Я купила билет, также купила билет онлайн, через интернет. Я лечу аэрофлотом, потому что это в рейс для меня наиболее удобный. Он вылетает в час пятьдесят, и в пять часов я буду в Москве, пока доберусь, в общем, до банка, все именно с утра, чтобы успеть написать заявление, успеть все сделать. Причем я когда в банк звонила, в службу поддержки, они мне говорят, берите выписки, идите, пишите заявление в полицию. В другом месте, именно в Сбербанке, мне ответили, что пишите заявление, мы сами разберемся, у нас есть служба безопасности, и они это могут сделать. То есть не подтвердить платежи. Кстати, мне одна из сумм уже вернулась. Сбербанком самим мне вернули вот вчера, вечером я так обрадовалась, но хочется, чтобы мне вернули и другие суммы, хотя бы самую большую, какую-то там еще писали. Ну, естественно, любая потеря денег, это тоже неприятно. Вот, я лечу аэрофлотом, буду утром в Москве. Скажите, что я могла бы лететь победой. Да, я тоже рассматривала этот вариант лететь победой, потому что мне все равно, я лечу без багажа, аэрофлот без багажа, билет стоит 14 тысяч рублей. Победа без багажа стоит 10 тысяч 500, но мне неудобно по времени. Они вылетают днем, прилетают к вечеру, то есть мне нужно где-то, мне нужно переночевать, мне нужно потом это все с утра начать. А я хочу как можно быстрее это все сделать и быстрее вернуться домой. Потому что мои дети не пойдут в школу, чтобы не было у нас проблем, как их забрать, как это все, пусть они в этот день побудут дома. Я собираю вещи, я лечу аэрофлотом, у меня всего лишь вот такой рюкзачок, у меня ручная кладь, ну ручную кладь, конечно, я могла бы взять и больше, но, честно говоря, мне и нечего брать, мне не хочется ничего брать. Я знаю, что там все-таки зима в Москве, я, конечно, беру одежду теплую. Вот. Беру теплое пальто. Шапка, шарфик. Я даже, честно говоря, брала эти вещи сюда, думала, что мы поедем в Сакликент кататься на лыжах, вот будет мне шапка пригодиться, а так она мне нужна поехать в Москву. Вот у меня рюкзачок, в него сложу всего лишь вот чуть попить. Беру перекусить и беру всякие разные, вот немножко шоколада. Вот турецкий шоколад я люблю. Вот всякие разные вафельки, шоколадки, даже не просто обычные вафельки и конфетки. Если не съем сама, то угощу своих знакомых, кого там встречу. Мне кажется, турецкий шоколад вкуснее уже русского. Ну, естественно, мне нужен повербанк для зарядки. Я все-таки надеюсь, что я смогу снять видео о том, что будет в Сбербанке, что ответит мне Сбербанк. Мне Андрей сделал Яндекс.Диск. Я туда выгружу эти файлы, он сможет их получить и выставить видео на YouTube. Вот я беру с собой селфи-палку, покажу, где я хожу. В общем, вот такие дела. У меня неприятная поездка. Конечно, гораздо лучше собираться, чтобы было весело, погулять, а не решать проблемы. Я надеюсь, что мне удастся решить эту проблему. Ну, а что могу всем остальным сказать? Ну, я больше деньги хранить не буду, я не знаю. И дома хранить опасно, в банке хранить опасно, на карте. Честно, даже не знаешь, как поступать с этими деньгами. Вроде бы и деньги небольшие приходят, радуешься, что ты можешь что-то позволить купить себе, и их тебе могут также и украсть. Ну, скажете, что можно потратить их все, ну, так тоже не делается. В общем, будем думать, как поступать. Да, придется снимать с карты приходящие мои деньги, терять на съеме процент, потому что Денис Банк больше не является отделением Сбербанка, не принадлежит ему, и приходится платить проценты. Вот минимум 4% за съем наличных. Вот, так что будьте все осторожны. Мне в Сбербанке сказали, что может быть где-нибудь в банкомате считали ваш код, или еще там это. Но на самом деле я не снимала деньги. И когда снимала, это было давно, вот в турецком банке, в отделении банка, прямо внутри. Это действительно хакерская атака, это воруют данные, или кто-то их у нас сливает. Как у нас говорят про это, что в доступе есть все наши данные, и мы являемся настолько незащищенными. Очень жалко, но ничего не поделаешь. Мы вот живем в таком мире, в электронном мире. Мы пользуемся благами электронного мира, и в то же время мы подвержены такой опасности. Ну все, мы собираемся. Кстати, сейчас меня муж отвезет в аэропорт. Пора уже. У меня, я заняла место. Онлайн зарегистрировалась. Кстати, аэрофлот обещал покормить ужином. Так написано в билете. Я уже смирилась, в принципе, с этой потерей, потому что уже прошло бы два дня. Но лечу в Москву. Москва, меня встречай. Надеюсь, там не будет очень холодно. Я не замерзну. У меня есть сапоги. И у меня есть перчатки. Так что следующий привет вам будет уже из Москвы. Я вас всех люблю. Всем пока. Всего хорошего.